КОНЕЦ 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 И томаты, и перчик. И, в принципе, точно такими же рецептами можно пользоваться точно так же и с патиссонами. Растение неприхотливое, но в то же время оно, конечно, любит светлое место, любит очень рыхлую почву и, конечно же, поливы. Это растение без поливов не может. Поэтому подкармливаю я его всего два раза. Это когда начинается рост и, естественно, когда начинается плодоношение. Здесь я уже пользуюсь комплексным удобрением. То есть там, где присущи и азот, и калий, и фосфор. И этого растению достаточно. И если вы видите, что у вас пошла серая мученистая роса или пятнышки по листьям, то здесь, конечно, уже главное просушить ваш почвенный ком. Потому что если будет обилие дождей или что, этому растению присуще заболевание вот именно мученистой росы. И растение мучается и в конце концов пропадает. Поэтому растение неприхотливое. Я его выращиваю обычно где-то в пустых квадратиках, где у меня остается земля. И, в принципе, очень вкусное. Если вот маринованные кабачки, если сравнить, конечно, патиссоны, то они больше похожи на маринованные кабачки. Они точно такие же нежные, мягкие и, скажем так, красивые. Выращивать эту культуру, она тоже заслуживает, конечно, уважения. Пойду сейчас еще отвечу на несколько вопросов по поводу тыкв. Звонивших по поводу выращивания тыквы, конечно, множество людей. Но эта культура именно очень интересна, когда начинают созревать плоды. И поэтому я специально оттягивала с этими вопросами, чтобы именно показать. Значит, прежде всего, вопрос звучит почти одинаково. Значит, растет зеленая масса, плодов совершенно нет. Как же эту культуру, скажем так, выращивать? Здесь существует несколько ошибок при выращивании тыквы. Многие, конечно, ошибочно думают, что это растение можно садить где-то в непроизвольных квадратах, то есть где-то в конце огорода, в кустах, и она будет расти. Вы знаете, это ошибочно, потому что тыква, конечно, она растение, скажем так, для ленивых. Но она требовательна к себе. И прежде всего, она требовательна в свете и именно в питательной почве. Если вы посадите в кислую, тяжелую почву, у вас тыква расти не будет. Если же вы посадите ее в тени, у вас тыква будет расти, но плодов, как таковых, конечно же, не будет. Давайте поговорим, как же, допустим, в этот период все-таки получить какие-то плодики, даже если ошибочно мы посадили тыкву не там, где надо. Значит, конечно же, это растение растет, точно так же опыляется, как и все наши тыквенные культуры, именно через пчелоопыляемые, скажем так, переносят пыльцу насекомые. И, конечно же, если этого не сделать, то плодов у нас не получается. Я хочу сейчас вам показать. Вот растет растение. Значит, много цветов, а завязи нету. Значит, здесь надо помочь. Вот я хочу вас познакомить именно с женскими цветочками, вот которые видно очень хорошо. И мужские цветочки, которые имеют один пестик, вот его тоже очень хорошо видно. Так вот, что мы делаем? Мы, естественно, цветочки должны осмотреть утром, желательно в сухую погоду. И когда мы видим вот такой мужской цветок, мы его просто вот так вот оголяем, то есть, скажем так, чтобы с ним работать. И когда вы видите женские цветки, надо просто этой пыльцой пройтись в женские цветочки. То есть, видите, как она оставляется? Вот. Очень хорошо ложится на женский цветок. И точно так же можно сделать со всеми цветочками. Вы должны их знать. Значит, если женский цветочек, то мы видим, что здесь очень много вот этих тычинок, которые надо нам, именно пестикам надо пройтись. Поэтому, а мужской только один. Вот берете один мужской цветок и смотрите. Обязательно пройдетесь по цветочкам. И, конечно же, у вас будет опыление и у вас будут плодики. Значит, прежде всего, надо знать сорт. Я, допустим, вот медовую выращиваю. Теперь мне подходят небольшие плоды. Потому что я выращивала разную. И гигантские, и эти. Но, в принципе, вот самое лучшее, это, конечно, небольшие плоды, которые именно, в которых очень много каротина, которые сравнивают точно так же с морковью. Они полезны точно так же, как и морковь. И сок из них, и пища из них получается очень полезная. Поэтому я выращиваю небольшие. У меня, допустим, медовые несколько видов. Вот. И если у вас плодики завязались, то надо, конечно, внимательно смотреть, чтобы они подросли. Значит, есть сорта тыквы, которая очень крупная. И чтобы ее вырастить, естественно, надо тогда смотреть. Вот смотрите, если у вас на плите, получается, более трех плодов лежит, и если вы знаете, что это гигантская тыква, которая должна расти, большая, здесь вы обязательно должны верхушечку, конечно, ущипнуть. Так как у меня выращиваются небольшие плодики, то я обычно верхушку где-то после седьмого плодика прищипываю. Потому что ей много все равно не вынести. Вот. Точно так же смотрите внимательно и арбузы. Потому что арбузы обычно их не прищипывают. Их прищипывают, когда уже есть плодики. Вот плодики там завязались, я обязательно вот эти верхушечки над пятым листиком уже прищипываю. Тогда весь, скажем так, весь состав этого растения идет именно в плод для выращивания большого плода. Точно так же и у тыквы. Существует так же ошибочное мнение, что тыкву, чтобы она была крупнее, надо чаще подкармливать. Вот здесь и происходит ошибка. Если вы будете много азотом кормить тыкву, у вас просто будет расти зеленая масса, а плодов может и не быть. Поэтому это тоже одно из ошибочных мнений. Да, она любит подкормки, но ей достаточно тоже за сезон три подкормки. Именно делается это в круги, в которые высаживаются растения в круги. Я, допустим, в круги высаживаю по три, по четыре растения. И они у меня расплетаются уже. Я знаю, куда мне эту подкормку залить. Поэтому это очень удобно. Значит, главное рыхление и влага – это то, что нашей красавице нужно. И я бы хотела, конечно, посоветовать, особенно тем, у которых есть детки, и которые очень любят пюре, лакомиться пюре, вот морковное и тыквенное, для создания, конечно, хорошего, качественного пюре, все-таки используйте более каротиновые тыквы, более оранжевого, насыщенного цвета. Вот тогда эта тыква будет очень полезна. Ну, а если ее посадить просто где-то в поле, скажем так, на открытом грунте, то тыква может, конечно, и ссыхать. Для этого надо обязательно увлажнять. Если у вас есть такая возможность поливать ее почаще, тыква это благодарит у вас хорошими плодами. Но если дождливая погода, конечно, подкормки и уже поливы, естественно, надо прекратить. Потому что тыква точно так же, как и наши патиссоны, она поражается мученистой белой росой. И тогда уже лечение ее просто останавливает в росте. И, скажем так, вот эти плодики подгнивают. Вот. Это все, что касается тыквы. Пойдем дальше. Очень много вопросов по поводу колонновидной яблони. Я бы, конечно, с удовольствием показала бы ее, но, в принципе, я это растение не выращиваю. Из-за принципиальных каких-то своих соображений. Я сейчас немножко расскажу. Значит, колонновидная яблоня, вопросы такие, идет в рост, то есть веток много, не плодоносит. В чем причина? Ей уже 5 лет. Хочу вам рассказать немножко особенности. Значит, в питомниках, подбирая специальные колонны, на которые потом прививают, они прививают туда маточные веточки специальных яблонь, которые вот они называются маточники. Но иногда ошибочно в питомниках происходит, то есть прививка из самих колонновидных семян. То есть берут вот эти яблони из колонновидных яблонь, их высевая, и вот эти черенки прививают. Тогда вот эти яблони, они растут, допустим, и хорошо, но плодоношение наступает только на 8-9 год. И поэтому вот плодоношения может до этого времени не быть. Это первое. Второе. Если вы повредили, то есть колонновидка у нас как? Мы же видим, мы ее приобретаем, и допустим, у нас вот прямой ствол, и сверху есть почечка. И вот если эту почечку повредить, то происходит, конечно, боковое ветвление. То есть начинают сильно расти боковые ветки. К сожалению, я с этим человеком не поговорила, что произошло. Значит, если произошло, или подгрызание, бывают грызунами вот зимой, они верхушечку подгрызли, конечно же, у вас начнут расти боковые ветки. Что мы делаем в такой ситуации? И боковые ветки будут расти длинные. И тоже так же люди, конечно, неправильно думают, что купили колонновидку, посадили и забыли о ней. С ней надо работать еще больше, чем с такой яблоней. И я вам сейчас расскажу, почему. Значит, вот происходит ветвление. Ветка может расти длинная, а яблоня сама не растет. То есть она у вас повреждена, верхушечная часть. Естественно, ветки у вас будут расти вдоль. Что в таком случае делается? В таком случае оставляем более вертикальный побег, более сильный, верхний. Вот, допустим, у вас яблонька, вот по сих пор растет. И у вас вот эти боковые веточки. Оставляете более сильную. И ее надо будет немножко выравнивать. То есть обязательно опора должна быть. Вы ее будете подтягивать, и она у вас в конце концов будет главным стволиком. Но здесь уже надо будет убирать всю вот эту поросль, которая идет по этому стволику. Что касается других боковых веток, вы обязательно в летний период должны их пристегнуть. То есть вы их отрезаете и оставляете на листочек только две почечки. Чтобы вот от стволика отходила, допустим, вот одна и вот вторая. Две почечки, чтобы было. И эти две почки у вас будут иметь развитие уже на этот год. Вы их пристегнули, все веточки, одну оставили центральную. На следующий год из двух почечек вырастут две веточки. И вот здесь уже вторая веточка у нас будет расти вертикально вверх. Мы ее обязательно убираем. А та, которая растет в сторону, мы ее оставляем. И вот получается плодоношение именно на этих веточках. То же самое касается и когда у вас нормальная яблонька развивается и растут ветки. Обязательно при шпиливании все время боковых веток. То есть боковые побеги должны все время у нас, скажем так, отрезаться. Оставляя на две почки. Потом, смотрите, вот вы верхнюю оставили, на ней будет в следующем году, то есть верхнюю убрали, а боковую оставили. На ней будет плодоношение. И вот эти ветки уже отплодоносившие 3-4 года, то есть мы по стволику будем работать каждый год с веточками, делая точно такую же операцию, на 3-4 год уже нижние ветки удаляются. Второй вопрос, который был, значит, очень много яблок. очень много яблок, яблоня перегружена, яблочки маленькие, невкусные, жесткие, и что делать в этот... То есть это происходит каждый год. Здесь совсем, конечно, другая проблема. Бывает, что привиты туда именно, скажем так, веточки, вот, очень таких плодоносящих яблонь, и которые именно надо нормализовать. Вот этот урожай нам надо обязательно контролировать. Если у меня тоже есть такие яблони, вот три сорта, которые, если не оборвешь цветение, половину цветков, то она плодоносит каждый год, и она очень много плодов завязывает. Сама она не может справиться с этим, то есть яблоки не осыпаются, поэтому здесь надо уже нормализовать наш будущий урожай. Для этого, когда происходит цветение, и в таких колоновитках происходит тогда пучковое цветение, то есть вы видите, что у вас цветки пучками, и вот если пучок к пучку близко подходит, вот цветет, допустим, ваша яблонька, и два пучка рядом, один обязательно удаляйте. Самое лучшее яблоко это будет из центрального цветочка, тоже должны обязательно знать. Вот сделали первое, значит, контролирование вот в этот период, когда она цветет, а потом обязательно надо, когда начинается налив плодиков. Здесь вы должны уже смотреть по своему стволику. Если плоды, несоответствие размеров, допустим, вот плод, видите, как плод хороший, а рядом вот, ну, неконтролируемый, мелкий, он, конечно, тоже будет силы отбирать. Вот такие плодики все надо будет почистить, удалить. Тогда запомните, что колоновидка, она больше 20 нормальных плодов она не вынесет. Вообще, на пятый год можно оставить только около 10 плодов, и вот именно с возрастанием, почему? Потому что нижние, которые у нас уже не будут плодоносить ветки, мы будем удалять, и практически их остается именно на 20 яблок. Более 20 нормальных яблок эта колоновидка не вынесет. И если и будут яблоки, то они будут разного размера, и, естественно, они не будут полноценными, такими, как должны быть на этой яблоне. Вот, собственно, по этой причине я их не выращиваю. Скажем, яблони, она должна быть, яблони, она должна давать достойный урожай, и, скажем так, если выращивать колоновидки, их, конечно, можно выращивать для красоты, потому что это очень красиво, когда колонны цветут, особенно, это очень красиво. Ну вот, а на сегодня я ответила на все ваши вопросы. Будут вопросы, звоните. Следующую передачу мы посвятим, консервируем, потому что опять звонят и спрашивают рецепты. В следующей передаче я покажу вам новые сорта томатов, и, конечно же, будет вся передача о консервировании. Ну вот, на сегодня все. Берегите себя. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok